МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для многих было бы невозможно без специально сформированных региональных мер социальной поддержки. Государство вернуло нам часть тех денег, которые мы отдавали за аренду, тем самым покрыли наши доп. расходы, то есть те расходы, которые у нас были сверхопределенных, скажем так. И выплатили деньги, которые приходились на каждого работника, на каждого сотрудника, который у нас устроен. И мы хоть и потеряли там какие-то деньги, но мы считаем, что мы выдержали. Это большой плюс и большое спасибо государству. Сегодня в Ульяновске реализуется уже четвертый антикризисный пакет мер для пострадавших во время пандемии отраслей. Возместить до 50% затрат, связанных с арендой коммерческой недвижимости и оплатой услуг ЖКХ, имеют право те предприниматели, которые включены в реестр малого и среднего бизнеса. Процедуру подачи документов максимально упростили. В социальных сетях областного бизнес-инкубатора разместили компактную памятку. Подборка из наиболее частых ошибок помогает избегать отказов и повторной подачи заявлений. Мы нашли постановление в интернете, там было прописано все, что нужно. Мы подготовили всю документацию. Я отнесла в Министерство экономического развития Ульяновской области. Меня приняли и через дней 20 мы получили деньги. Благодаря таким субсидиям небольшие предприятия сферы услуг смогли возобновить производство, сохранив каждое рабочее место. Самые тяжелые месяцы, параллельно с поисками решений сложившихся трудностей на уровне государственном, управленцы на местах время зря не теряли. Кто-то был вынужден ознакомиться с тонкостями организации службы курьерской, а кто-то внедрял почасовой график работы, чтобы весь штат сотрудников всегда оставался в пределе. Правительственную помощь в сторону простых граждан направляют, к примеру, фитнес-клубы. Возместив часть убытков, некоторые залы продлили действия абонементов. Таким образом, почти за 6 месяцев простое у клиентов таких спортклубов не сгорела ни одна тренировка. В настоящее время поддержка оказана уже более 35 компаниям, более 200 находятся заявок в обработке в настоящее время. На сегодняшний день программа действует в открытом порядке, и она будет работать до завершения предусмотренных бюджетных средств на эту меру поддержки. Из 25 миллионов рублей, заложенных в бюджет для компенсации предпринимательских потерь, выплачено всего 5. Средств достаточно. Помимо нового четвертого пакета поддержки, предыдущие три комплекса мер распределились на помощь социальному и рекламному бизнесу, на отсрочки и рефинансирование кредитов, а также на налоговые и арендные каникулы. Кроме того, по инициативе губернатора области, ставка патента для частников снижена до символической стоимости в 1 рубль. Годовой перерасчет по патентной системе налогообложения происходит автоматически. Никакие дополнительные документы и заявления от ИП не нужны. Яна Федорищева, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.